Ветроэнергетики Ветроэнергетики Ветропарки Ростовской области станут первыми в России, где будут установлены ветроустановки отечественного производства. Лопасти выпускают в Ульяновске гондолы в Нижнем Новгороде. Ветроэнергетики 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 Ростовской области. Какова мощность ветропарков и сколько их будет в каких районах? Есть ветропарки, по которым уже подписаны контракты. И вот совокупная мощность, ну, наверное, стоит оперировать цифрой около 700 мегаватт. Она может корректироваться плюс-минус. Проекты стартовали в нескольких районах. Вот я упоминал уже Азовский район. Также мы очень активно продвигаем территории вокруг Гукова и Зверева. И хотя, например, в Зверево там ветропарк будет размещаться в Красносулинском районе, но вот благодаря этой активности подстанция новая, большая, она будет построена на территории Зверева. Это вклад в развитие экономики города Зверева. И, возможно, в том числе снятие определенных инфраструктурных ограничений, которые мешают нам привлекать туда инвесторов. То есть вот от этой темы выиграют даже наши моногорода. Это ряд других районов, но в целом, если говорить про локации, это вот, наверное, Север, где Красносулинский район, Каменский. Это районы на юго-востоке, ну, и это побережье Азовского моря. Ну, допустим, у нас еще нет проекта в Неклиновском районе, но много кто смотрит на перспективу развития там ветроэнергетики. Будет ли электроэнергия стоить дешевле для жителей Ростовской области? Вот пока нет. Более того, вот каждых новых мощностей по производству электроэнергии, дальше это раскладывается в тариф, ну, не только в Ростовской области, но и во все сопредельные регионы. Так устроена электроэнергетика. И пока энергия, произведенная ветроэлектростанциями, она дороже, чем другие виды энергии. Но сейчас в мире каждые примерно два года на 30% повышается эффективность ветроэнергетики. Чем больше распространение это получает, тем больше инвестируются средств в развитии технологий. И я думаю, что когда-то наступит момент, когда эта энергия окажется дешевле. Переход на альтернативную энергетику, он сулит в том числе большие экологические выгоды. И в этом смысле очень хорошо, что Ростовская область оказывается в числе пионеров. Губернатор в свое время сделал ставку на эту отрасль, когда еще мало кто верил в России, что мы сможем бурно и динамично развивать ветроэнергетику. Все говорили, что мы углеводородная страна, и нам точно спешить не надо. И у нас все это появится лет через 20-30. У губернатора была другая точка зрения. Эта точка зрения победила. И мы сегодня видим, что ставка была сделана правильно. И Ростовская область, повторюсь, получает большой ассортимент выгод от того, что ветроэнергетика развивается в России именно у нас. Спасибо вам большое. До новых встреч. Спасибо вам. Можно ли назвать ветроустановку надежным источником энергии? Насколько она безопасна для людей-животных. Опасения развеял зав. кафедры инженерной защиты окружающей среды ДГТУ Вадим Беспалов. Профессор недавно вернулся из Германии, где общался со специалистами по ветроэнергетике. Был в ветропарке и видел, что птицам такие установки не мешают. Когда они были достаточно низкие, а они устанавливаются в основном в местности, где сельское хозяйство процветает и развивается, там скот, даже крупно-рогатый скот, он тоже как-то сторонился этого, боялся шума. Но чем выше эти установки стали расти, тем меньше оказывалось шумовое воздействие на окружающую среду. В Германии можно увидеть ветроустановки высотой до 150 метров. К примеру, ростовская телебашня будет выше, ее высота 195 метров. Обязательные условия для приема на работу специалистов, обслуживающих ветряки, навыки альпиниста. Нужно уметь работать на высоте, со страховкой, несмотря на то, что внизу у основания башни натянута защитная сетка. Управление очень сложное. На первый взгляд, казалось бы, конструкция простая, все очень просто, но на самом деле установку нужно запустить тогда, когда скорость ветра не менее 3, примерно 3 метров в секунду, потому что при меньших значениях скорости она просто не начинает проворачиваться. Но самое интересное, что ее нужно и остановить вовремя при скорости ветра где-то порядка 15-17 метров в секунду. Иначе конструкция попросту может оторваться от земли, потому так важно тщательно изучить силу ветра, прежде чем начать стройку. В нашем степном регионе средняя скорость ветра 5-6 метров в секунду. Такая как раз и нужна для нормальной работы ветроэлектростанции. Студенты ДГТУ провели эксперименты, доказали, что обычный коттедж тоже можно обеспечить альтернативными источниками энергии. Это не только ветер, но и солнце, а еще и биогаз. Домашняя ветроустановка пока всего лишь дипломный проект. Не исключено, что через пару лет разработка пойдет в производство. В Европе мини-ветряки – модный тренд. В Ротенберге конкуренцию с солнечным панелем на крыше дома может составить вот такая нешумная улитка. А в Париже на площади Согласия планируется установить ветряки в виде деревьев. Энергии немного, но ее хватит для освещения ближайших улиц. На сегодня это все. Удачи в делах!